Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ведущий журналист Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня декан Высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники при Институте физики Казанского федерального университета доктор наук, профессор Шостяков Олег Николаевич. Олег Николаевич, добрый день! Добрый день! Давно Вас ждали, давно Вас ждали в этой студии, вот наконец дождались. И, Олег Николаевич, я хочу начать разговор вот с чего. Ваше подразделение структурное, это Высшие школы киберфизических систем и прикладной электроники, возникло совершенно недавно, это новое подразделение в структуре университета, в структуре Института физики. Это существенно повышает, на мой взгляд, организационный статус этого научного практического прикладного направления. Мне вот в связи с этим вопрос, с чем вызвано это повышение? И я бы хотел еще от Вас узнать, услышать, чтобы Вы объяснили нашим зрителям, что такое киберфизические системы. Я понимаю, это очень широкое понятие, но в целом, и те системы, которыми будете заниматься Вы здесь, в Казанском университете. И зачем потребовалось объединять разработчиков этих систем в новую отдельную структуру, в Высшую школу. Спасибо за вопрос. Я хотел все-таки немножко уточнить, что мы не на пустом месте образовались. У нас существовало до последнего времени отделение радиофизики инфокоммуникационных систем. Это основное направление в нашей деятельности. Это радиофизика и информационная безопасность. И вдруг, вот, всегда менять очень сложно лейблы, с одной стороны, да, то есть мы должны менять сущность, не только менять название. И вот чем это связано? Дело в том, что мы широко работаем в программе развития. Это то, что Вы знаете. Я еще являюсь руководителем стратегической академической единицы «Астровызов». И направленность наших научных исследований, она заключалась в том, что мы занимались информационными и космическими технологиями. И поэтому вот наше отделение, поскольку я им руковожу, все больше начинало заниматься именно этими вещами, связанные с киберфизическим пространством. Киберфизическое пространство, понятие возникло, это индустрия 5.0. Если вот посмотреть, индустрия 5.0, продвигаемая японцами, это переход от информационного пространства к киберфизическому пространству. То есть это уже не только личностные качества человека, это не только личности, его потребности, но и потребности социума, именно объединение в какие-то информационные сети и взаимодействие, работа их на благо человека. То есть, когда мы говорим киберфизическое пространство, мы предполагаем, что это взаимодействие нашего физического мира и информационного мира. А можно какие-то примеры ярких из современной жизни и возможности фантастической жизни? Потому что киберфизическое пространство очень часто, очень популярно описывают сейчас именно в фантастических фильмах, сериалах. Просто перечислю основные киберфизические технологии, просто перечислю. Это беспилотные системы, интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, дополненная виртуальная реальность, интегрированные системы разработки новых материалов и устройств. То есть это вот, это то, что касается киберфизическими. То есть любой беспилотник, это взаимодействие человека и взаимодействие машины под задачи машины. Когда мы говорим о системах управления, каким-либо устройством, умный дом, умное пространство, умный город, мы предполагаем, что в будущем мы будем ставить целевую функцию создания пространства для жизни. И затем на основе сбора данных из совершенно фантастичного количества датчиков будем формировать какие-то показатели и оптимизировать их под задачи, которые мы ставим для существования, для развития человека. То есть поэтому киберфизически это именно создание благоприятной среды для человека на основе вот такого информационного пространства, информационного пространства, искусственного интеллекта. Вы сказали, что уже через три года, в 23-м году, цифровой портрет человека Сбербанк будет знать примерно 60 лет. Не Сбербанк, это его прогнозы. У него есть серьезные аналитические структуры, которые занимаются прогнозированием нашего будущего. Потому что Сбербанк, ему надо знать, куда двигаться, какие услуги им в будущем он будет предлагать. И поэтому он очень серьезно занимается грехом. Вот когда 60-70% портретов цифрового каждого человека появится, как это изменится в нашей жизни? То есть условно говоря, если у тебя потенциал преступника, ты будешь сразу под наблюдением. Нет, ну с точки зрения безопасности это безусловно. С точки зрения защиты персональных данных, то здесь вообще говоря... То есть это фикция будет. Да, вот и поэтому я, вы знаете, я тут не фикция. Я вот как раз немножко в высшей школе нашей продлозу, да, потому что один из моментов, почему я пришел еще к вам, да, ну не потому что порассуждать о будущем, хотя может это и очень интересно, а все-таки мы находимся в стадии приемной кампании. И поэтому, когда мы говорим о чем-то, нам хотелось все-таки приглашать будущих абитуриентов получить качественное образование в области IT, в области радиофизики, которое предугадывает развитие в будущем. Почему? Потому что вы, наверное, слышали, что какие профессии будут востребованы в будущее, какие профессии отомрут, да. То есть это очень серьезные моменты. И мы, вот даже когда мы называли нашу школу киберфизических систем, да, мы предполагали о том, что мы должны готовить элиту будущего. Причем не на потребности сегодняшнего дня, а во многом уже на развитие и компетенции, которые будут востребованы завтра. Например? Да. Например, у нас два направления подготовки, это радиофизика и информационная безопасность. Информационная безопасность. Вот мы с вами начали говорить о киберфизическом мире, да, без сохранности персональных данных, ну, мы полностью фактически оказываемся в ситуации, когда не только цифровой образ ваш, но биометрические данные, ваши привычки, они полностью собраны в некий цифровой образ. Этот цифровой образ может получить свое воплощение, например, как в современных фильмах, когда на современных актеров создается цифровый аватар, а потом создаются картинки, то есть нет смысла даже снимать эти фильмы, а можно с помощью определенных программных пакетов, зафиксировав какие-то статические картинки, потом их начинают двигать, они будут обладать определенными качествами, определенной мимикой актера, то есть мы будем их узнавать, но они будут носить полностью, вот, и с точки зрения биометрии, показатели именно определенного актера. Вот, пожалуйста, это ближайшее будущее, которое нам уже, вот, фактически грозит. То есть без рук можно остаться без работы? Вы знаете, тут много кто может остаться без работы, например, в профессиях будущего программистов нет. А кто заменит их? Программные пакеты, которые... Машины? Машины, да, искусственный интеллект, они должны... То есть мы же ставим... Вообще все процедуры, которые можно формализовать, эти процедуры может делать машина. Вы знаете, у меня вопрос, который я давно хочу вам задать. Захочу я задать с тех пор, как мы с вами первый раз встретились, и я обратил внимание вот на что. На ваш телефон. Все люди современные пользуются смартфонами. То есть это мини-компьютер, соединенный с глобальной сетью, где списываются наши коды, цифровые образы, через которые мы списываются. Вы носили старый... И ношу. И носите старый, неподключаемый компьютер. Не старый, а не новый, а сейчас. Вы имеете в виду морально устаревший, морально устаревший. Телефон, который неподключен к интернету. Почему? Кнопочный телефон такой. На самом деле у меня самые различные устройства есть. Я понимаю. И скорее вот я столкнулся с тем, что на самом деле телефона без операционной системы сейчас нет. То есть даже делают телефоны, которые десятилетней давности, которые типа тех телефонов, на самом деле... Нокетом. Да, да, да. На самом деле их оснащают, конечно, уже операционными системами. Значит, у меня есть какие-то приложения, значит, у них есть возможность устанавливать программное обеспечение прикладное, которое я не смогу отследить. Вообще мир усложняется очень сильно, и мы здесь... Человек становится уязвим очень сильно. И поэтому с этой точки зрения это, с одной стороны, может быть, дань тому, что мне с кнопочным телефоном просто удобней. То есть это дань привычки. А второе, это, конечно, защита информации. Но есть и другой аспект. У меня тут же есть и планшет, тут же есть и, значит, выход в телеграм-каналы. И... Ну, единственное, что я все-таки стараюсь особо не оставлять цифровых следов в пространстве. Ну, в виде личных фотографий или еще что-то. То есть это вы рекомендуете всем, или это особенность вашей личной... Вот чего вы опасаетесь? Вообще говоря, любая информация, она сейчас есть, конечно. То есть человеку можно посмотреть... Вот я сказал, цифровой аватар, да. То есть мы... Цифровую экономику, вот мы же еще об этом с вами, надеюсь, поговорим. О том, что цифровой мир, цифровая экономика, да. Как она развивается, как это будет воздействовать на человека. И вот с этой точки зрения, конечно, мы оказываемся в этом сложном мире несколько... Ну, в затрудненном положении, да. То есть он для нас становится сложен. Для молодых людей, может, он более... Менее сложен, да. Но они... Они, думаю, должны не задуматься. Они не задумаются, что за этим стоит. Это мы очень часто... Вот я читаю... А может, и не нам задуматься? Ну, смотрите, это как. Вот мы разработчики системы безопасности. Интегрированных систем безопасности. Понимаете? Нам нужно просмотреть все уязвимости, которые есть в системе. Для того, чтобы защититься от этого. Вот смотрите, я почему говорю, может, и не нужно этим заниматься. Когда мы говорим о переходе в новый экономический уклад, не экономический, а технологический уклад, да. На самом деле, часто человечество знало смену укладов. То есть, условно, было аграрное общество, стало промышленное общество, индустриальное. И когда люди переходили из этого уклада в другой уклад, то есть, они жили там, словно на хуторах, в деревнях, да. Тут они переезжают в дом. Они становятся уязвимы все равно. Да, они становятся тесные, компактные. Они там раньше... Ну, то есть, они живут в соседних клетушках этих квартирах, да. И сейчас живут. То есть, сильно изменилась вот именно в том числе и привычки, и безопасность элемент от того, что аграрный уклад и там индустриальный уклад. Сейчас новый уклад. Я вам сейчас приведу совершенно колоссальные цифры. Вы просто это... Поскольку я, опять же, говорю о том, что информационной безопасностью заниматься надо, да. И, опять же, приглашаю наших студентов, абитуриентов поступать на направление информационной безопасности. Просто, чтобы, опять же, прогноз Сбербанка. Реальность, во-первых. 19-й год. 2,5 триллиона долларов – это потери, экономические потери государств от кибератак, от киберпреступлений. Ну, чтобы, если вы помните ВВП России, то вы, наверное, уже смогли немножко... Ну, да, понятно. Это соразмерно, да, получается. И теперь у нас 120 триллионов будет к 2030 году. То есть, это больше, чем бюджет ВВП Америки. Понимаете? И это потери при экономическом развитии. Ну, для обычного человека это очень легко... Для обычного человека... Да, фишинговые там сайты, да, значит, попытка украсть ваши пароли. Значит, кибератаки сейчас происходят. Каждые 11 секунд одна кибератака. То есть, серьезно, это даже не на персональные данные. А кто этим занимается? Вы знаете, мне кажется, здесь... Вот... Это же флибестиеры такие, да? Ну, во-первых, это понятно, что вначале это как показатель крутости программиста и человека, который занимается информационной безопасностью. Было, да? Почему? Потому что как только человек занимается созданием защиты, он должен... То есть, щит и меч, это вот... Это же известное... Ключик зонку. Да, да. Что, как мы. Поэтому, конечно, мы должны уязвимости все изучать и, соответственно, появляется... И предсказать, какие уязвимости появляются. Понимаете? Поэтому тут еще вот моральный аспект очень важен. Потом, понимаете, люди развивались таким образом, что украл это плохо, да? Там мешок пшеницы, там курицу или еще что-то. А сейчас электронные деньги. Вот этот моральный аспект, он ослабевает. И мы должны как раз... Вот когда мы учим студентам, мы уже и законодательную базу полностью даем. И мы пытаемся, вообще говоря, правильно их учить. Морально, чтобы на какой стороне баррикады они будут, да? То есть, это чрезвычайно важный вопрос, вообще говоря. То есть, у вас подаваны, а на какую-то сторону силы они перейдут, вы еще не знаете, да? Ваши джедаи-будущие. Ну, да, да. Ну, если мы их будем проверять, скажем, опять же, на социальных портретах, да, на склонность... То есть, еще на этапе поступления. Это фантастика. Ну, мы знаем, что такое уже есть, да? То есть, сейчас там тестирование школьников происходит. Обычно это гуманитарий или там правополушарные, левополушарные. Слышали уже такое. Ну, вот, чтобы мы анализировали, а вообще, стоит ли, допускай, человека занимается той или иной профессиональной средой. Ну, а с другой стороны, мы воспитали инженера, а этот инженер потом халатно относится у нас, а управляет ядерным реактором, да? Мы можем сказать, что там, скажем, организация делает тестирование. Вы знаете, что сейчас там опросы идут, когда в силовые органы... Да-да-да-да, там идут тестирования. Полиграфами, да, различного рода. Но мы же, когда поступают в университет на определенные специальности, это не делаем. На самом деле, это очень тоже важный аспект. Ну, мне кажется, по мере развития цифрового образа и цифрового портрета аватара человека, его склонности будут считываться еще на, возможно, траектории на ранних этапах. Правильно. То есть, в этом... Кто будет этим заниматься? И, опять же, защита персональных данных, да? То есть, ну, как-то не очень уютно становится, если ваша полностью цифровая... Ваша индивидуальность, она будет сосчитана, да? Здесь вопрос, наверное, двойственный, потому что, если действительно человека готовит, компания «Росатом», нужен инженер на одну станцию, которая будет заниматься очень опасными вещами, да, где халатность недопустима. Там, скорее всего, нужен человек, и, возможно, психофизический портрет его заранее, если он будет знать, то, соответственно, они будут его вести изначально. Ну, вы знаете, сейчас даже ведь в контракты предприятий учитывается, что вот вы сказали, там, сотовый телефон, возможно, использоваться соцсетями, да, на рабочем месте. То есть, защита объекта, защита предприятия – это очень важный аспект. Почему? Потому что подчас база данных предприятия, клиентская база, какие договора, она важнее, чем само предприятие. А тут, получается, пришел человек, и там скачал на флешку, унес, продал, и все, да? То есть, получается, предприятие может быть разорено даже… А к вам обращаются предприятия для создания системы безопасности? Это целая индустрия, это мы рассматриваем, мы взаимодействуем. Или просто вы готовите специалисты для этой индустрии? Касперским, там, InfoWatch, такие вот компании, да, то есть вот… А так, чтобы, например, в Нижнекамске, в Тихим, приходят к вам, ребята, вот сделать так, чтобы у меня ни одна бумажка, ни админфайл из моей большой структуры не ушел, без по-моему, ведомо. Ну, вы знаете, я даже вот не буду называть предприятие, да, конечно, приходят, потому что это паспорт объекта, паспорт, какие угрозы предприятию. То есть, это есть целые методики, этими методиками обладают наши студенты. У нас очень часто сейчас там бакалаврская работа заканчивается тем, что строится, делается аудит предприятия с точки зрения информационной безопасности, даются рекомендации, и паспорт безопасности строится предприятие. То есть, какие программные пакеты установить, какие защитить коммуникационные каналы, как работать с персоналом, в конце концов. То есть, персонал даже подписывает, видите, определенные договора, что их сотовые телефоны могут определенным образом просматриваться. Понимаете? То есть, даже с этой точки зрения, с рабочего места или там с домашнего, куда он может позвонить, куда он сбросит информацию. То есть, это политика безопасности предприятия, она очень разная бывает. И есть предприятия очень уязвимые. Есть предприятия, типа Казанского университета, тоже очень уязвимые, потому что идет приемная кампания, например, да, там, значит, можно организовать определенные атаки. У нас дистанционное обучение. Если поставлена кому-то задача такая, что сорвать дистанционное обучение, или еще что-то. Это очень такие серьезные вещи, нужно уметь от них защищаться, нужно строить системы, которые обладают возможностями этому противодействовать. Поэтому, понимаете, когда сейчас строится любая информационная система, это свыше 20% это вклад в информационную безопасность. Сейчас в любом предприятии, даже небольшом, там, 15-20 человек, должен быть специалист по информационной безопасности. Иначе предприятия грозит то, что они могут этот бизнес потерять. Скажите, как происходит отбор студентов у вас? То есть это чисто ЕГЭ и добровольно? Или у вас есть какие-то дополнительные тестирования? Потому что я, когда общался с нашими физиками, институты физики, очень часто жаловались, что качество студентов падает, знания физики слабые, базовые знания слабые. И как-то эта проблема вас тоже касается? Или у вас есть какой-то свой хитрый ход конем, когда вы можете сливки отбирать и готовить элиту? А элита готовится, она ведь не в процессе уже поступления, она отбирается еще на этапе школьном, на этапе средней школы даже, как у, например, Соломонова. Вы знаете, да, у нас по информационной безопасности на самом деле проблем нет. Но нам нужно взять лучших с точки зрения еще фундаментальной подготовки. Почему? Потому что, ну, не секрет, что российское образование чем? Сильно, оно сильно именно базовыми знаниями. То есть сильно именно знанием физики и математики. Сильно или было сильно? Я считаю, что у нас достаточно серьезная подготовка и сейчас проходит. С точки зрения радиофизики, физики нам очень важно знание абитуриента и готовность абитуриентов воспринимать математику и физику. У нас, к сожалению, вот здесь, правда, последнее время я вижу некий переход. У нас было ощущение, что мы теряем именно школьную подготовку с точки зрения готовности наших школьников воспринимать абстракции. Да, да, математика – это абстракция же, конечно. Это определенные операторы действия, записанные в виде формул. Операторы действия. То есть это вот мы с вами живем, нарабатываем некие эталоны движения. Их можно тоже описать операторами действия. Мы строим более сложное пространство, мы пишем математические формулы, которые описывают данные действия. Нам очень хочется эту информацию представить в виде образа, в виде звука, понимаете? Это операторы действия. И когда мы строим абстракции вот эти математические, готовность наших школьников воспринимать абстракции – это очень важно. Если мы делаем очень конкретный мир, вот я еще одну вещь скажу, очень, может быть, парадоксальная. Мы не замечали, что фильмы 50-х, 60-х годов кажутся вам затянутыми? Да, конечно. То есть это вот переигрывают актеры и ощущают там паузы, да, совершенно иные. И вдруг мы сейчас смотрим, вы посмотрите рейтинги фильмов, вы увидите, что это убийство и насилие, ужастики какие-то, да? А почему вдруг? Почему вдруг вот именно эти фильмы в первых рядах рейтингов? Я, например, не могу эти фильмы смотреть. Я из того мира. А молодежь смотрит, должно быть много крови, много ужастиков, да, там, значит, лучшие инопланетные, то есть реальность, виртуальность, все замешано на определенных операторах, опять же, действия, да? И что это? Мы получаем совершенно колоссальный объем информации, который воспринимается нашим мозгом. Мы платим за это, за это, то, что мы воспринимаем эту информацию, мы получаем эндорфины, но здесь они не бесконечны. Вы 3-4 часа просидели за экраном телевизора, выключили телевизор, вы чувствуете себя разбитым. Почему? Потому что вы, вот, у вас оптимизм исчезает жизненный, вы, все это было посвящено восприятию вот этой эмоциональной информации. Почему в рейтингах именно насилие и секс, в первое? Потому что архетипические проявления, на них легче всего воздействовать в эмоциональном плане. Ну, реакция мгновенна у человека, да, на это еще. Да, нужна мгновенная реакция. Там думать не надо. Да, да, и мы получаем, у нас идет за счет восприятия вот такой информации идет отупление. То есть мы получаем эрзации информационные, которые эндорфины вырабатываются, они восполняются очень непросто, то есть нужно, чтобы прошло время. Но более глубокую информацию, которая нетипична, умение принимать решения в условиях неопределенности, в условиях, когда недостаток информации, мы эти умения можем потерять. А это именно наше преимущество по отношению к искусственному интеллекту. Вы не предполагаете, что на самом деле ничего не изменилось? И, например, сто лет назад для массы людей, основной массы людей, они тоже воспринимали информацию так, не сильно задумываясь, не рефлексируя. И уже доказано, что только 8 или 9 процентов популяции человека способна к критическому мышлению, к построению сложных причинно-следственных связей. То есть именно эти 8-9 процентов, собственно, и должны быть студентами вашего... Хотелось бы. Из этой категории выбираться должны. То есть есть еще такое понятие... А когда у тебя есть массовое образование, включая высшее, волей-неволей к тебе пойдет... Другое дело, что нужно ли это высшее, правильно? То есть мы можем определенные компетенции дать, даже программисты, в принципе, техникум их же готовят. Другое дело, что почему эти программисты потом не достигают высот. Потому что они могут выполнять совершенно конкретные определенные задачи. Если изменяется задача или ее сложность, тогда нужно уже, опять же, математические какие-то вещи. Ну, абстракции. Да, абстракции. Да, то есть потому что... Либо мы, если мы эту задачу, опять же, смогли разделить на блоки и формализовали ее каким-то образом, то, опять же, ну почему ее не будет решать искусственный интеллект? А вот в связи с этим у меня вот такой вопрос. Вот смотрите, когда искусственный интеллект заменит те, сколько получается, 92% населения Земли, которые... Что мы будем делать с остальным населением, да? Да. К большому счету, это еще в этом. Об этом же идет. Конечно. Чем будет занято остальное население? Или оно будет только потреблять ресурсы планеты, и потом этот искусственный интеллект примет решение, что эти нахлебники нам не нужны. Почему? Потому что планета уничтожается. Давайте мы их потихонечку будем уничтожать. Да, ну каким образом? Изменим среду обитания, там менее полезные продукты им дадим, там, ирзации какие-нибудь, да, может быть. Ну, у меня как-то что-то уже происходит. Да. Ну, не хотелось же, чтобы это было. И, например, тот же паническое и недавнее выступление Бесогона о чипизации. Кстати, мы... Вы меня загоняете в такие вопросы, о которых я бы не хотел говорить. Хотя бы почему? Потому что я не являюсь специалистом. А вопросы, на самом деле, не то, что они... Они и чрезвычайно простые, и чрезвычайно сложные. На каком уровне их, вот, рассуждать об этих вопросах? Я на эту тему много думаю. Знаете, почему? Потому что я знаю, как происходит... Я историк по образованию, и вообще очень увлекаюсь, до сих пор люблю эту сферу. Я бы даже не знал, не науки, а искусства отчасти. Вот. И в истории есть закономерность. Она действительно научная, они просто на очень больших расстояниях смотрятся. И смена уклада, технологического уклада, который в человечестве происходило, всегда порождала массу лишних людей. Не привязанных к экономике. Смена, уход от аграрного общества, переход в промышленность. Да, те, кто делали первый переход, они тоже испытывали социальные шоки. Серьезные. Та же Британия, да, которая сделала первый переход в промышленную революцию, там, в конце 18-го, начале 19-го века, когда там паровые машины, ткацкие станки пошли в них. Вот. Но масса людей в итоге были заняты на этих вредных производствах, на этих фабриках угольных, шахтах добывали. Но был другой мир. Например, мир индийских ткачей, которые до появления паровых машин и ткацких станков являлись лучшими производителями тканей в мире. Они по качеству превосходили европейские, в том числе британские. Британия их закупала. Они жили очень неплохо. До появления мануфактурной, фабричной ткани, которая ручной труд индийских ткачей быстро свела на нет нужду в них. И, как писал генерал-губернатор Британской Индии, долины Индии белеют костями индийских ткачей. То есть, и этот вопрос для меня очень важный. Вот мы по этому поводу разговаривали с вашим коллегой Чикриным Евгением. Очень интересные у него мысли есть. И он оптимистично очень смотрит на будущее. В плане, что, поскольку сейчас социальные практически все государства, то тот дополнительный продукт, который будет вырабатывать новая экономика, действительно высвобождает людей. Для того, чтобы не нужно прокормить человечество, чтобы 90% занялось в аграрной среде. Возможно, там понадобится 2-3%. Роботизированные комбайны, новые технологии, генная инженерия, она сделает так, что проблемы с едой человечество вообще исчезнет. Возникнет проблема просто в распределении. Я почти уверен, что да, в современных эффективных обществах, к которым России пока, на мой взгляд, не очень относятся, эту проблему решат. При время распределения масса населения, которая останется не у дел с точки зрения производства дополнительного продукта, она будет заниматься какими-то другими вещами. Фотографией, изучением гендерных особенностей лесбийских пар, пингвинов, я не знаю. То есть, теми вещами, которые в 30-х годах прошлого века, в советских временах, казалось, ну, ты, парень, вредитель, тебе надо просто кончить здесь сразу, потому что надо всем давать чугун, хлеб, зерно, выпускать танки, машины, самолеты. Но что будет в Бангладешах, что будет в Мозамбиках, и что будет в Нигериях, и, возможно, и в России, и в постсоветском пространстве, в среднеазиатском пространстве, например, я не очень представляю, что там государство сможет выполнять функцию этого распределения, когда оно перераспределять будет и дополнительный доход, потому что оно просто не будет этого дохода. Сливки снимут те страны, где эти технологии... Золотой миллиард, да? Да. Например, пресловутый, да? Да, где технологии появятся... Как надо попасть в этот золотой миллиард? Вот. И чтобы остальное человечество не взбунтовалось, да? И идея Гейтса, мне кажется, она с точки зрения... Она имеет здравый смысл, в том плане, что там же... Ну, мне Чикрин, кстати, ее расшифровал. Он сказал, что эта идея перераспределения вот этих вот дополнительных доходов, которые под эту экономику для людей, которые в нее не вписаны, в первую очередь, третьего мира, но при определенных условиях. Если ты ведешь себя социально, ты не получишь этой гуманитарной помощи. Если ты там, пытаешься ограбить магазин, ты не получишь социальную помощь. Если ты, да, изучаешь лесбийские пары у пингвинов, ты получишь ее. Но ты ведешь как бы социальный образ жизни. Ты пытаешься в этой социальной строиться. То есть, ты безопасен для общества. Но если ты погромщик, если ты... Ну, вот мы видим, что в Америке происходит, да, когда крушат магазин, а ты не будешь получать. И вот эти люди, ну, они окажутся новыми пауперами. Ну, вы правы, конечно. Но я просто... Вообще, сложные системы, они самоорганизующие. Правильно? Поэтому я думаю, что вот мы уже видим процессы этой самоорганизации в том, что, когда мы говорим цифровой экономикой, мы предполагаем, что нас сосчитали, да, или сосчитают в ближайшее время. Вот я вам сказал цифровой аватар, в определенной степени. И, конечно, мы это делаем прежде всего с точки зрения безопасности. И общество готово мириться с нарушением, там, скажем, каких-то прав, личностных свобод, да, то есть, ограничения все равно. Ну, государство, любое государство, для чего оно существует. Да, но мы готовы от государства какие-то социальные гарантии за счет этого брать. И возможно, да, что если будешь себя вести правильно, то получишь свою долю. Но тут как сказать, вот я-то вижу еще другие процессы. На самом деле вот процесс уменьшения демографический, то есть, уменьшение количества населения вот в развитых странах, он как раз, это и есть самоорганизация с этой точки зрения, что вот ограничение ресурсов, но те, кто живут, они получают как бы лучшее, да, хотя вот в тех же азиатских странах или там в Африке мы имеем там другое, но это у них следующий этап, а возможно у них этого следующего этапа и не будет. Поэтому мы сейчас видим там, что там в Бразилии, там в Латинской Америке за счет меньшего развития той же медицины или еще что-то там, скажем, смертность увеличится от того же ковида, да. Поэтому тут работают самоорганизующиеся процессы, то есть мы хотим жить лучше, мы должны создавать общество, которое подталкивает или мотивирует человека заниматься именно определенной деятельностью. Поэтому сейчас, если общество не готово, как вот Китай мог бы, наверное, тоже беспилотные трактора пустить по полям и весь мир насытить продуктами питания, да. Однако есть ручной труд. В Японии вы, наверное, видели, что государство датирует производство риса. с одной стороны безопасность государства, а с другой стороны эти люди, которые всю жизнь этим занимались, они должны продолжать этим заниматься. То есть получается, что с одной стороны происходят очень быстрые изменения в информационном плане цифровой экономики, да. Мы говорим цифровое предприятие, мы говорим о том, что сегодня это предприятие выпускает автомобили, завтра оно выпускает самолеты, да, и мы просто даем заказ, и интернет вещей ваш предполагает, что у вас там ваш холодильник, когда у него ресурс будет уже сработан, он будет видеть, что он нагревается там слишком быстро, или там что-то у него там скоро электроника выйдет из строя, он подаст сигнал, и на фабрике будет сделан в определенный момент новый холодильник, придете домой, он уже будет стоять у вас, почему? Потому что вы подписались на программу вот такого непрерывного обслуживания овного дома, например, вот услуга, вполне фантастичная, но реализуемая услуга даже сейчас, понимаете, поэтому будут ли эти люди востребованы, или они самоуничтожатся путем наркотиков, неконтролируемого потребления тех же продуктов питания, потому что качество продуктов питания и здоровья, качество воздуха, да? Кстати, по этому поводу еще одно такое замечание есть, якобы, тоже я, это футурологи говорят, вот эта мания, в зависимости от игр, компьютерных игр, когда тоже гормоны люди получают, и могут часами сидеть, сутками сидеть за компьютером, это один из способов выключения вот этих вот палперов, ну, более там щадящие, да, чем просто они будут на улицах умирать, там с голода, из, ну, из жизни, из экономики, они там не нужны, эти люди, в таком количестве экономики, вот, пожалуйста, на, играй, получай свои хлеба и зрелища никто не отменял, то есть хлеб, это, понятно, это поддержание жизнедеятельности, а зрелище, это информация, да, вот это все, ты не можешь путешествовать, ты не можешь получать качественный отдых, вот тебе замена этого отдыха, ну, замена, да, давай ты сейчас, ты там, виртуальную реальность, это устройство еще недостаточное, но ближайшее будущее полная реальность будет, да, то есть у нас пять органов чувств, мы там еще можем отличить реальность от нереальности, да, там, скажем, ну, в каком-то смысле, наверное, нам запахи мы уже умеем создавать, может быть, не столь разнообразные, вкусы, да, усилители вкуса, это уже путь в этом направлении, насколько это пища, пища полезная или не полезная, ну, неважно, ты, в конце концов, можно ведь даже по-другому, можно воздействовать на, 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 да, на определенные узлы, это, и как собака Попова, там, скажем, будешь получать, то есть и будешь, сечку будешь есть, как будто, сечка на воде будет ест, как будто шашлык, да, да, будешь есть одно, а чувствовать другое, будешь полный спектр получать. А скажите, вот в вашей высшешколе киберфизических систем будут готовить специалистов, которые будут делать такие вещи, программы? Нет, мы все-таки, вот сейчас мы рассматриваем себя как некие интеграторы, да, то есть, то есть мы специалисты в области радиотелекоммуникации, в области распространения радиоволн, в области создания приборов на новых физических принципах, и вот способов защиты информации тоже на новых физических принципах, я даже об этом могу немножко рассказать. И вот, то есть мы сейчас, ну, нужно заниматься реальными вещами, которые сейчас востребованы, востребованы проекты, интегральные проекты, которые позволяют предприятию быть конкурентоспособными, то есть проекты цифровой экономики, вот, наверное, как раз Чикрин вам рассказывал о беспилотных транспортных системах, вот, сейчас мы заняты беспилотной сельскохозяйственной техникой, значит, распределенными интеллектуальными сенсорными сетями, когда множество, множество датчиков нужно получать от них информацию по радиоканалу, а это каналы не безграничны, нужно определенным образом ее собрать, как это сделать, вот я вам уже начал говорить, что физические возможности человека, вот, мы определяемся средой обитания, да, то есть это у нас зрение, это звук, да, то есть мы и слух, соответственно, приемники, передатчик, а радиоканал, мы идем по частотному диапазону все выше и выше, мы пытаемся передавать все большее объемы информации, это наше конкурентное преимущество, то есть кто больше информации может воспринять и больше ее переработать, тот и побеждает в этой гонке, тот имеет определенную мотивацию для своего развития, то есть в этом идет развитие человека. Вы сказали, что вы производите устройство на новых физических принципах. Я об этом расскажу, я вот просто есть еще интересная мысль, да, вот, когда мы говорим о современных абитуриентах, вот, способность обрабатывать информацию у них как раз затруднена за счет того, что они получают информацию в сублимированном виде. И чем больше человек сидит за экраном телевизора, за экраном компьютера, тем больше он теряет способность анализировать информацию. Что вы посоветите родителям, которые начинают воспитывать свои чадо, чтобы такой способности он не утратил? Или вы не психолог? Нет, для меня это совершенно понятно, что математика и физика это науки. Одна абстрактная казалась наука, другая наука реальности, описывающая физический мир, которая позволяет нам все-таки нарабатывать вот эти операторы действия, которые помогают нам в социуме жить. Нужно развивать абстрактное мышление. Понимаете, вот отличие опять же абитуриентов, нынешних абитуриентов, абитуриентов, скажем, 20-летней давности в чем? Они совершенно шикарно запоминают информацию. То есть, к сожалению, на мой взгляд, нынешняя школа, она сделала упор именно на этом, потому что ЕГЭ во многом это способность человека запомнить множество информации. как только мы переходим на новый уровень обобщений, решения задач, математических задач, они мыслят паттернное мышление, то есть, матрицу нужна некую. Если в матрицу не попали, я же сейчас сталкиваюсь со студентами, которым приходится переформулировать вопрос экзамена несколько раз для того, чтобы он понял, что я имею в виду. я не попадаю в его систему восприятия. Понимаете? И когда я говорю с разных сторон, начинаю этот вопрос задавать, вдруг он нужные слова, и опять же он вспоминает этот вопрос, эту, может быть, лекцию, это, я надеюсь на это, а на самом деле он вспоминает там, может быть, шпаргалку или еще что-то, да? И это тоже хорошо на самом деле. и тогда идет включение определенной пластинки и выдается какая-то фраза, которая, может быть, если ее попытаешься раскрыть, он уже не сможет, потому что он именно вот запомнил и все, он не перерабатывает информацию. Она у него... Знаете, вы говорите как будто о роботах. Вот, причем таких роботов в 50-е годы. не хотелось бы поднимать эти вопросы. Вы сейчас мне говорите о биороботах. Нет, просто железные тупые такие роботы. Да нет, ребята есть очень одаренные, да, но, к сожалению... Ну вот вы говорили, что у него чуть-чуть сдвинул, все, у него уже ступор, шестеренки за грех. А для чего мы? Для того, чтобы как раз в общении... Мы же, когда общаемся, мы передаем информацию, мы обучаем студента. Ну, знаете, когда человек уже в 17-18 лет приходит, он уже достаточно сформировавшийся личности, там, как из старой поговорки же есть, там, сечь надо было, когда поперек лавки ложиться, а не когда после. Да, что, пять лет надо языками, там, в 10 лет... Абстрактное мышление, шахматы, они вырабатывают абстрактное мышление? Конечно. простые заветры... Операторы действия. Вот, вообще, человек же, вот мы же с вами уже начали говорить о том, что возможности человека очень ограничены с точки зрения восприятия информации, да, а тут мы получаем ее вал, этот вал, да еще, теперь еще, то мы только зрительную информацию звуковую, а тут тебе, на тебе уже виртуальная реальность с дополненной, и на тебе запахи мы получим еще, и вкусы, и все тогда. То есть, условно говоря, человек, который одел этот костюм виртуальной реальности, который будет полностью и пожил в этой реальности, молодой человек, он потом к вам приходит... Он живет в этой реальности, что он нарабатывает эталоны движения из этой реальности, эталоны действия из этой реальности. Почему? Потому что, мы же говорим, что те, кто игроманы, да, выходят на улицу, и они становятся социально опасны для общества, после того, как они там стреляют. Ну, кстати, спорный момент. Некоторые говорят, что наоборот, там агрессия скидывается. А сколько времени этим занимается? Это опять же, есть тот оптимум. Но вот если у тебя забрали компьютер и отключили интернет, то, что ты потом можешь убить своего родной мать, и такие случаи были, это есть. конечно, понимаете, поэтому, вот, что мы, как мы должны, ну, у меня просто молодые ребята, вот, все время, значит, нам пора задуматься о том, что, как мы будем учить наших детей, то есть, они уже даже не ставят вопрос, где мы будем учить этих детей, да, они, как мы будем, мы, то есть, они, ответственность родителя становится определяющей. Куда он поведет его? Значит, спортивную секцию обязательно, там, кружок, в какой кружок? Шахматный, да, но он не хочет, чтобы он становился профессионалом, но хочет, чтобы он получил некие навыки. Или социум, он сидит за компьютером, не вообще, это, общение затруднено, да, или телеграфное общение через СМСки или там сети, да? Это, то есть, 90% успехов в жизни, вы знаете, это социум, это общение. Вы знаете, у меня такой вопрос еще есть. Вы сказали, что, я буквально сегодня прочитал интересный материал, связан он с так называемой проблемой последней мили, когда... информацию нужно донести до потребителя. Мы имеем огромные каналы связи, магистральные, оптоволоконные, которые весь мир... Да. Да. И вдруг нам нужно донести информацию... Ножками донести посылочку до человека, и там на третье не зависло. А вдруг такая проблема возникла про последние мили. Это вы говорите с точки зрения менеджера, а есть проблема последней мили с точки зрения передачи информации по каналам связи. Я хочу немножко здесь расширить. Там был интересный вывод такой, который мне показался очень парадоксальным и интересным и для нашего разговора подходящим. Там было связано вот что с тем. На Земле появляются места, которые с точки зрения, ну, просто коммерческие невыгодные. Там не прокладывается... Там нет сети этих современных. И эти места начинают оголяться человек. То есть человечество переползает в агломерации крупные, где хороший интернет, хорошая связь, хорошая транспортная доступность. А те места, где интернет... Ну, словом говоря, вот идет газовый газопровод магистральный. Все понятно, да. 10 метров в твой дом, но ты газ вон не подключишь, потому что технологически намного сложнее подключить. Или оптиловую... И иди к калейдровой, то есть ничего не поделаешь. Значит, ты будешь заниматься уже процессом выживания, то есть 90% времени ты будешь на это тратить. И у меня в связи с этим вот какой вопрос. Поскольку вы занимаетесь... Я думаю, что как раз-таки к вам вопрос. Как можно обеспечить эти территории? И можно... Ох, сейчас я разфантазируюсь в это вообще... Можно обеспечить современной инфраструктурой, которая позволит их снова оживить. Раньше было... Понимаете, сотовые системы были невыгодны в городах с населением 100 тысяч человек. Сейчас мы имеем сотовые... Нам говорят, что сотовые системы невыгодны там в деревнях, в которых меньше там 500 жителей. Но сейчас там и тоже ретрансляторы ставят с удлинителями, и мы вот... Цифровизацию страны именно это предполагает, что мы доносим и до таких районов. Дальше нам нужно как? Что мы еще можем? Ну, Илон Маск. Это спутники, запущенные на орбиту. Множество микроспутников, которые работают как ретрансляторы. Тоже один из подходов. То есть, имея... Сейчас это дорого, будет дешево. Все равно будет дешево. Раньше сотовый телефон был очень дорого. Поэтому это тоже... То есть, мы... Какой еще подход? Использовать ваш сотовый телефон в качестве ретранслятора. Я не вижу базовую станцию, зато вы видите. Я могу путем 10-20 там шажков информацию донести до потребителя. Вот распределенные интеллектуальные сети, самоорганизующие сети, которыми мы занимаемся, они и предполагают, что это именно таким образом. То есть, мы раскидываем датчики, а дальше через вот эту цепочку датчиков эта информация собирается в каких-то пунктах. То есть, мы уже с вами решили, что одну потребность информационную мы все-таки решим таким образом. И информацию мы донесем даже в Африку со временем. Дорого. коммуникации одни технологии должны отработать. Почему сейчас там 2G не уходит? Почему 5G у нас не приходит так быстро, как нам бы хотелось, скажем, да? Потому что были вложения огромные в те коммуникации, они должны отработать, они должны устареть не только морально, но и физически, чтобы инвестору была потребность вложиться в новые технологии. Если они конкурентны, кто последний приходит на рынок, тот самый конкурентный с точки зрения предложения, но не с точки зрения того, что рынок уже поделен и завоеван. 6G возможно? И что это будет? Ну, вы видите, сейчас фактически это самоорганизующая система, это программируемое радио в различных диапазонах. Это 5G? Там 5G, оно ограничено все равно по возможностям. Это, мы другого не знаем, как расширение диапазона чистого и охват территорий за счет самоорганизации. В самых различных диапазонах волн. Возможно, с обратными связями. То есть, вы дали команду включить вам кофейник дома, он включится. Это технология 6G, скорее всего. разный 5G это же невозможно? Я так понимаю, что... 5G это все-таки широкополосные системы в различных диапазонах волн. Там без управляющих систем. Мы можем строить свою систему, да, но она пока строится на уровне ваших платформ умного дома. То есть, вы сами ее, скажем, приходит организация, я вам делаю умный дом. там, и оно связано с определенными каналами связи, да? 5G, ну, я даже не фантазировал, надо, кстати, посмотреть, что там в будущем. Потому что разрабатываются стандарты, стандарты сейчас, вот, 5G это уже наша данность, разрабатываются стандарты 6G, которые, вот, наши фантазии формализуют, и как это можно сделать. У вас будут заниматься 6G? Ваши студенты будут делать 6G? Да, конечно, то есть, я уже вот вам сказал, что компетенции, которыми мы учим наших студентов, они таковы, что нужно, чтобы человек имел компетенции полной сферы обработки информации, то есть, мы занимаемся физическими датчиками, мы занимаемся физическим миром, то есть, мы занимаемся, значит, физикой процессов, мы накапливаем информацию, делаем приборы радиоэлектронные, то есть, мы занимаемся приборостроением, мы обрабатываем информацию, мы занимаемся выделением сигнала среди шумов, сбором информации, то есть, это как раз, как информацию эту накопить, определенным образом сохранить и передать, то есть, это коммуникации, то есть, это вот вся цепочка обработки информации, это та сфера, в которой мы работаем, ну, и защита информации, конечно. И, понимаете, есть еще одна вещь, вот, я уже убедился в одной простой истине, что не надо заниматься тем, чем занимаются глобальные корпорации. Я к этому подводил вас, у меня важен ответ вот на какой вопрос, занимаются ли здесь, в Казани, в России, и в Казани, в частности, теми вещами, которые не занимаются нигде, или, что может выстрелить, что может сделать технологически, обеспечить технологический прорыв в какой-то сфере. То есть, или мы будем вплестись к конце этой славной цифровой революции и подбирать основные объедки. Ну, или, либо из проще всего, не то, что проще, а дешевле всего, а у нас цена имеет значение, понятно, проще всего, зная протоколы, интерфейсы, устройства, определенный компонент системы, из этой компоненты строят более сложные системы. То есть, это вот то, что там называются интеграторы, архитекторы. Мы, кстати, занимаемся как раз, вот, как раз производим вот тот штучный товар, который имеет все компетенции для построения вот таких интегральных систем. То есть, архитектор информационных систем, архитектор систем безопасности. Но и здесь есть определенные разработки, вот, частности, я вам сказал, уже тоже у меня прозвучало, это, но в физических принципах защиты информации, что это такое, например, да? Вот вы привыкли, что информация должна быть каким-то образом закодирована, чтобы передана по каналам связи закодирована, то есть, ее, как Штирлиц там открывал, помните, Гетте, это, стихов, Томик Гетте, да, на определенной странице, и там Юстас Алексу, да, это, расшифровал, да, ключ, да, то есть, это он, у него был ключ, и, соответственно, он расшифровывал эту информацию, то есть, примерно так же работают программные алгоритмы, когда они кодируют нашу информацию, они там, ключ должен быть уникален, он должен не повторяться, его нельзя, чтобы его подобрали, поэтому мы сейчас, ключи становятся все длиннее и длиннее, и абсолютная защита информации, это когда длина информационного сообщения равна длине ключа, равна длине ключа, и этот ключ мы используем один раз, это вторая теорема Шинона, и получается, что, чем больше мы хотим передавать информацию, тем больше мы вязнем в защите информации, то есть, это криптографии, то есть, в изменении, модификации информации, чтобы ее не расшифровали, то есть, это очень вот такие серьезные аспекты, а тут получается радиоканал, мы излучаем изначально, во все стороны, всем ветрам, как говорится, навстречу, человек, который обладает возможностями расшифровать этот сигнал, принять, а его принимают, то есть, я подбираю способ модуляции, и получается, я полностью прослушиваю этот канал, каким образом его защитить, как приблизиться вот к этому абсолютному, но вы приближаетесь, мы приближаемся, мы создаем приближенные системы безопасности, когда ключ к нашему криптоалгоритму дается физическим процессом, как я люблю говорить. Это востребовано военными? Ну, зачем военными? Нет, это если у нас есть гражданское применение, это вот мобильные системы, зачем? Мобильная связь, мобильная связь, да, то есть, мы можем укороченные ключи шифрования, да, формировать физическим процессом, важно, это фантастика же получается, важно, чтобы ключ в двух точках был одинаковый. Как это сделать? Это же фактически чуть ли не передача информации через, как вы сказали, это футуристические какие-то картинки я рисую, да, а здесь нет никакой фантастики, то есть, мы, получается, мы передаем радиосигнал, радиосигнал обладает тремя параметрами, как я сказал, амплитуда, частота и фаза. И только в двух точках изменение этого радиосигнала природной средой будет одинаково. То есть, мы навстречу друг другу передаем радиосигнал и имеем, и запоминаем изменения фазы, частоты и амплитуды. И эти изменения кладем в алгоритм шифрования. И тогда получается только я сдвинулся на, скажем, 30 сантиметров для сантиметрового диапазона волн, у меня совершенно другой ключ. Почему? Потому что переотраженный сигнал от зданий, деревьев, которые там на ветру движутся, от людей, которые проходили мимо, он меняется. Это все нарабатывает ключ вот этого шифрования. И получается, что я могу создавать ключи, которые являются оригинальными, используемыми. Там в течение 10-15 секунд дальше ключ меняется. То есть получается, что вот квантовые компьютеры, которые создаются, одно из применений, вы знаете, это расшифровка, декодирование информации, подбор ключей, шифрование. И шифрование, и дешифрование. Дешифрование, да. То есть получается, что квантовые компьютеры, да, они будут подбирать быстро, безусловно, такие алгоритмы, потому что я не могу их создать слишком длинными, потому что иначе я весь канал буду ключом шифрования забивать. Я здесь даже его не забиваю, потому что у меня другой электромагнитный спектр работает на формирование этого ключа. Ну, вы хотите сказать, что до появления квантовых компьютеров вашу технологию раскрыть невозможно? Так и дальше, ради бога, занимайтесь тем, что раскрываете, но я ее уже поменял, только вы меня расшифровали, а я уже имею другой ключ шифрования. Я 15 секунд в интернете по мобильной связи отработал с одним ключом за 15 минут, я ведь еще перемещаюсь, вы учтите, вот мой сотовый телефон, я перемещаюсь в пространство. У Штирлица не было у вас такой техники. и я перемещаюсь, у меня ключ набирается. И все. И тогда получается суперкомпьютер, во-первых, информации становится слишком много, и зачем ее как бы вот этот информационный шум расшифровывать, да, то есть, но если целенаправленно такая задача стоит, то в принципе, ну, расшифровать, да, можно, но вы расшифруете только отрезок из, там, в мобильном, в мобильных системах это одну-две секунды. Мы с вами уже вот сколько разговариваем, да, то есть, это, да, сколько ключей шифрования здесь бы изменилось, и тогда, ну, расшифруйте вы одну секунду, ну, потом расшифруете другую секунду. Понимаете? То есть, всегда это, опять же, вот, клинок ищи, это ноу-хау России, ноу-хау вашего... Ну, мы запатентовали, да, но сейчас уже многие начинают и другие страны этим заниматься, потому что эта технология очень интересная. У нас макетные варианты работают. Ну, то есть, но промышленное производство вы еще не запустите. А вы знаете, это потребности, опять же, вот... Когда возникнет человеческая потребность. Да, это должна возникнуть услуга. Сейчас мы вот слышим, что квантовая криптография, по оптоволоконным, там все, но она же не решает. Дальше, вот вы дотащили эту информацию до определенного сервера, от сервера нужно передать ее определенному человеку. Последняя миля. она уязвима будет, и все. Дальше будут работать только наши технологии. Либо, либо, опять же, вы должны думать о том, что какой телефон, что я сказал, что там в моем цифровом аватаре изменилось. Понятно. Ну, что ж, наш разговор был длинный, интересный. Я только еще одну фразу, да, американский фантаст Ульям Гипсов, мне очень нравится его фраза. А вы не... Ладно, сейчас... Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено. Вот хорошая фраза. Да, когда мы видим эти зачатки, мы формируем это будущее, мы формируем это будущее для себя, для своих детей. Как мы сформируем это будущее, чему будем учить своих детей, да, у нас на самом деле лежит большая ответственность, хоть мы и самоорганизованная система, да, но если мы вот все-таки безответственно будем относиться к этому миру, мы получим мир машин, мир потребителей, и искусственный интеллект просто преобразует человеческие жизни, человеческое знание в свое знание, и это будут уже может быть машинные технологии, биотехнологии, ну, очень сильная модификация человека. да, это будет новая жизнь, может быть, даже человечество, да, но это будет отнюдь не тот человек, который существует... Не тот кроманьонец, да, который бегал с кофьем, передача подходит к концу, я хочу снова представить нашего гостя, это Шестяков Олег Николаевич, доктор наук, профессор, декан высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники института физики Казанского федерального университета. Спасибо большое, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok